Патриотические чувства растут, производство растет. Кто не должен об этом знать. Хорошо. Сюда у нас входит брендирование одежды, это вот мулька, плюс какая-то еще пиздюшка. Ну, в общем, Катя уже, как оказалось, в обороте. Я хотел рассказать вам одну драму интересную. Жопа крутится, лава хомутится. Вадим, что сейчас будем делать? Да. Третий слет лучших дизайнеров Санкт-Петербурга. Мы обсуждаем новинки, мы обсуждаем, перерабатываем старые модели. Организуем вот тот самый пункт по дизайнерству. Вот так он сейчас выглядит. Я вот подстригся. Теперь я ощущаю температуру лучше. О, просто чудесно. Если поезд будет черный, то, безусловно, можно выше. Что я сейчас делаю? Вадим, а движения по дизайнерскому отделу сейчас как уйдут? Ну, я сейчас создал хотя бы хаос для начала. То есть нет, ничего структурировано. Скажем, собрал людей, их туда выкинул. Смотрю, что происходит. Ну, и сам выникаю. Потому что это уже творческая составляющая. Здесь не так просто просчитать, придумать, выдать зарплату, еще что-то. Поэтому пока сам участие наблюдаем. Но пока неплохо получается. Здесь у меня цель, чтобы образовался явный лидер, который уже будет на себе тащить остальных людей и структурировать. Нужно еще, чтобы каждую озеленную вещь тоже могли купить и носить. Шорты, вполне говоря, тоже можно под все это купить. То есть тогда обезьяна там будет в тему. Видишь, две обезьяны немножко страшноватые. Две обезьяны, это много. Ничего не расскажем заранее, все в плане стоит. Сейчас у нас было где-то в месяц жесткой инвентаризации по всем старым принтам, чтобы все-все-все просмотреть, что-то запустить, доделать, что-то выбросить, избавиться от этого. Вот, сейчас мы это все сделали и начинаем делать новые принты. В общем, у нас есть определенные долгострои. Мы их, естественно, конкретно будем решить в определенные числа. Это мы не можем решить данную модель, потому что у нас нет какой-то хуйнюшки. Сюда у нас входит брендирование одежды. Это вот мулька плюс какая-то еще пиздюшка. Термопресс-то, в принципе, то же самое, да? Жопа. Это средство на пустом. Да. Факнайк-то нам анкан или подито изделие, где у нас есть канты. К нам пришло оборудование, мы его не используем. Хотя хотели все это шить у нас. То же самое флэтлок, это внедрение. Нужно переоснастить часть одежды, чтобы она шилась на флэтлоке. Чашки это мы сегодня решаем. И в Беларусь летим. В Минск. На завод чашек. Золотая чаша, золотая. Ну и на изучение московского рынка тканей, это чтобы всегда было что-то под рукой. Потому что здесь скрылся очень хороший запас по деньгам, по качеству. Мы раньше работали там только с Питером, но в Питере все очень херовенько. Сейчас мы будем обсуждать главную проблему нашего цеха, это объемы наших изделий. То, что мы готовы продавать в 2-3 раза больше уже очень давно. А цех растет недостаточно быстро. Сейчас Никитак разложит на законный проект. В общем-то у меня тут составлен список того, что нам нужно купить, я планирую это купить в феврале. Что-то уже раньше будет закуплено. То есть предположительный объем, в принципе, который мы можем вывести в феврале, то есть сделать порядка 15 тысяч. Нашка идет. Хочется, конечно, прибавку идеально, это порядка 7,5 тысяч. В следующем месяц-10 вот такой. То есть, ну, рост по 2,5 тысяч еще докидывает какие-то моменты. Ну, прям в сумме примерно 50-60 тысяч изделий в этом цеху. Это уже круто, это в месяц. То есть это уже, в принципе, реальный результат. Просто дальше уже надо будет искать свои помещения. Мы в экстренном порядке запустили змеи, или анаконды, или гадюки, не знаю, что это. Очень большой ажиотаж. Сегодня выложим фотки, вам понравится 100%. Очень классно смотрится. Расскажешь, зачем Москву ездил? Россия процветает. Патриотические чувства растут. Производство растет. Локализация растет. И вот оказалось, что в Москве присутствует завод по производству тканей. Вот, они нас пригласили. Мы там видели много хорошего. Сейчас мы будем думать, как адаптировать к нам, что они могут, что они хотят, что мы хотим. Заезжаем, короче. А пока вот так две машины стоят, ну, под углом. Рабочие моменты. Да, да. Какой-то еще было 2 секунды, я сдаю. Все работают? А тут про машину что-то. Какой-то все-таки смотрят на меня. Это не похоже на лосины Бонофайт. Это что, твоя куртка? Твоя бальтишка. Может, просто не надо шить свои куртки на работе, а делать лосины? Не расскажешь никому, что я это делаю, правда? Никому. Никто не должен об этом узнать. Хорошо. Мы закупаем ткани у разных поставщиков и проверяем их на... Как они прошьются, как у них будет стойкость принта, как они сядут на модели. То есть, полный делаем тест-драйв. Можем потом их рвать. Рвать липучками, рвать руками, ногтями. То есть, смотрим за тем, насколько ткань качественная. Я видел, к тебе Вадим подходил. О чем общались? Подошел, спросил, на кого я учусь. Подни лет. Я все рассказал. Что учусь на конструктор-моделье. Ротехновано. Вот. Первое образование у меня есть, высшее. Второе. Сейчас приобретаю, скажем так. В следующем году получаю диплом и буду изучать программу «Компетентс», которая как раз здесь конструируется. То есть, он тебя заметил, да, и предложил тебе брать задания и показывать себя. Почему именно я, но как бы я всегда забываю развитие. И, в принципе, я такой человек, что люблю обучаться чему-то новому. Даже если я что-то не знаю, я стараюсь всегда навыки новые приобретать и развивать все. Ну, в общем, Катя уже, как оказалось, в обороте и на хорошем счету у Татьяны. Она вот буквально недавно устроилась. Сейчас ее будут тестировать, постепенно выдавать какие-то задания. Скорее всего, будет каким-то младшим технологом, помощником у Татьяны, улучшить пробники, следить за цехом, какие-то давать задания сотрудникам. Ну, в общем, посмотрим. Мы никак не можем согласоваться. Есть продажная часть, есть производственная часть. Сейчас так существует, что Таня в цеху, ей как бы все равно что-то наверху происходит. Данная доска будет существовать именно для этого, чтобы продажная часть могла нормально интегрироваться в производственную часть и наоборот, чтобы мы могли ставить задания, что будем производить, сколько. Вот, здесь первая колонка у нас будет, в наличии ткань, которая есть. Здесь мы рисуем топ-10 позиций, которые мы бы хотели сейчас произвести. Она приходит, вычеркивает то, что она начинает производить и выносит сюда. Сюда это производят. Вот, мы видим, что вычеркнуто, стираем и еще добавляем задачи. Таким образом, наши хотелки будут реализовываться более правильно. У тебя пропуски есть, да? Пропуски нет. Но он не работает. У меня нет. У меня не могут никакие пропуски делать. Я так и знал, что он... Да! Красавчик! Видно, кем работаешь. Прикинь, как охрана будет на тебя смотреть. А конектарша в камере там отображается? Конечно. Это моя бывшая машина. Ну, вернее, она и моя сейчас, по документам. Ездит на ней Никита. Разобрался. На самом деле, тачка крутая и она дорогая достаточно. Ну, для средиэстетического гражданина России. Примерно 1450 она сейчас стоит. Она на максималке где-то к 13 год. Пробег у нее ни хера он накатал. Я покупал, 10 тысяч было. Все есть. Что, есть, есть, есть. Руль есть. Поедем, прокатимся. Я на ней буду жарить, блядь. Нет уже здесь этого. Сейчас будем жарить. Не, ну, она реально бодрая, я считаю. То есть, я на ней ездил. Но мне хватало, чтобы быть, блядь, топчиком в городе. Все-таки это стиль вождения больше влияет, а не то, что может твоя тачка. Ух ты. Проскальзывай. Она же перенимаевает. Мы делаем первый наш магазин в Питере, с которым будем собирать всю статистику. Открываемся в ТЦ Радуга. Вот, будем всех рвать. Там есть Адидас, Рибок. Там много телочек магазинов. Очень хороший ТЦ, хорошая аренда напротив Спортмастера. Там есть Ашанчик. Все нормально будет. Вот, там откроемся. По этому магазину мы соберем весь материал, как сделать так, чтобы даже Даун, да, который взял у мамы миллион рублей, смог открыть в любом городе магазин по нашим технологиям. И не лажануть. Ну что, сегодня 15 февраля. Я хотел рассказать вам одну драму интересную. Это моя бывшая машина. Ну, вернее, она и моя сейчас, по документам. Ездит на ней Никита. Я, наверное, где-то в ноябре или даже в октябре так сказанул, не подумав, что, Никита, мол, если ты в феврале сделаешь 13 тысяч изделий, то я тебе ее подарю. Ой, хотел об этом напомнить. На сегодняшний день Никита выпустил прямо 5,5 тысяч единиц и отстоит от графика. Но великая вероятность, что, возможно, все получится у него. И в следующей серии вы уже узнаете, смогу я его подарить или нет. Ни раньше, ни позже не уходит, не приходит, как правило, чтобы без обид кто-то сюда... Я сегодня не мог уснуть, сидел дома и поехал на работу. Пик бицепса, это вам не шутки. Бонопайт здесь.